Ребята, всем привет! Ну что же, сегодня мы с вами переходим к разбору урока 41 учебника Enjoy English за 3 класс. Итак, задание первое. Do you know the birthday song? Sing the song. Вы знаете песню в день рождения? Пропойте песню. Итак, ребята, сейчас вы услышите песню, после чего вы должны будете ее постараться пропеть. И давайте посмотрим, какие слова присутствуют в этой песне. Happy birthday to you. Happy birthday to you. С днем рождения тебя. Окей, ребята, ну что же, слушаем и запоминаем. Ну что же, ребята, а мы тем временем переходим с вами ко второму заданию. Listen, read and act out. Послушайте, прочитайте и разыграйте. Ребята, давайте с вами послушаем, а потом попробуем разыграть диалог. Happy birthday to you. It's great. Thank you. Ну что же, ребята, итак, давайте с вами попробуем прочитать диалог. Happy birthday to you. С днем рождения тебя. It's great. Thank you. Это великолепно. Спасибо. Итак, ребята, ну что же, давайте посмотрим на правила и посмотрим на новые слова. Play computer games. Play puzzles. Play football. Play ball. Итак, в первой строчке со словом play употребляются слова, такие как компьютерные игры, да, играть в компьютерные игры, играть в пазлы, пазлы, играть в футбол, футбол и играть в мяч, ball, мяч. Ну, ребята, посмотрите, играть с куклой, мы уже будем добавлять предлог with после слова play. But play with a dog, play with a teddy bear, play with friends. То есть, играть с куклой, играть с плюшевым мишкой, играть с друзьями. То есть, ребята, вы, наверное, уже поняли, что в английском языке предлог with, союз with переводится как с. Окей, ребята, ну что же, а мы с вами переходим к следующему заданию. В третьем задании вам нужно посмотреть на картинки и закончить предложение. И предложение первое. Jim's birthday is on, день рождения Джима, и, ребята, 10 февраля. То есть, здесь вы должны дописать строчку 10 февраля. Давайте я вам вот здесь допишу. И вы, ребята, не забывайте, что времена месяца года пишутся у нас с большой буквы. Февраля. Окей, дальше второе предложение. Jim has got for his birthday. Jim получил на свой день рождения. Итак, опять же, ребята, давайте перечислим, что Jim получил на свой день рождения. Мы видим с краю там компьютерная игра, то есть ее мы тоже обязательно должны будем написать. Итак, Jim has got a computer game, компьютерную игру, да? Дальше. A teddy bear, a teddy bear, плюшевого мишку. A puzzle, a puzzle, пазлы. Далее, roller skates, roller skates. Далее, ребята, a scooter, да? Что еще? A ball, a ball. И, ребята, вот тут, это mp3 player, да? По-моему, да? And mp3 player. Player. Окей, ребята, ну что же, третье задание. Ребята, кстати, перед тем, как перейти к третьему предложению, я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в английском языке слово «пазлы» является единственным числом. Например, вы говорите «я собрал пазлы», да? I completed a puzzle, да? I completed a puzzle. То есть обязательно употребляем артикль «э». А также перед словом mp3 player мы употребляем артикль «эн», потому что мы первую букву слова «мп3» произносим как «эм», «эм». То есть первый звук гласный – это «э», «э», «эм». Поэтому артикль «эн», «эн» mp3 player. Окей, далее, ребята. Третье. They have got a belt of cake. То есть у них праздничный пирог. Pam likes to play puzzles. Jim and Martin like to. А вот тут вот «пэм» любит играть в пазлы. Мы можем пазлы слово употребить в… во множественном числе. Puzzles. Окей, ребята, ну что же, а мы переходим к четвертому заданию. В четвертом задании вам нужно закончить разговор между Джимом и Мартином и прочитать затем его паролям. После того, как вы прочитаете паролям этот диалог, вы должны послушать и подумать, правильно ли вы его закончили или нет. Итак, ребята, давайте для начала прочитаем и вставим правильно слова. Would you like to play puzzles? No, thank you. I don't like puzzles. Do you like to play computer games? Типа к ныншку мэйзминь. Do you like to play computer games? Of course I do. I love to play computer games. Have you got a new computer game? Yes, I have. I have got a new game. That's great. Let's play then. Окей, let's. То есть, итак, ребята, давайте переведем. Ты хочешь поиграть в пазлы? Нет, спасибо, я не люблю пазлы. Ты любишь играть в компьютерные игры. Да, ребята, здесь мы вставляем to play computer games. Немножко повыше вам сделаю, секундочку. Да, да, то есть to play computer games. Да, конечно, я люблю играть в компьютерные игры. У тебя есть новая компьютерная игра? A new computer game, да? Have you got a new computer game? Да, у меня есть новая игра. Это великолепно. Давай поиграем тогда. Окей, давай. Окей, ребята, ну что же, а теперь вы прослушаете разговор, после чего мы с вами выполним задание под цифркой шестой. Окей, давайте. Вы хотите играть в пазлы? Нет, спасибо. Я не люблю пазлы. Вы хотите играть в компьютерные игры? Конечно, я люблю играть в компьютерные игры. Ну что же, ребята, у нас почти последнее задание, в котором вы должны будете ответить на вопросы анкеты детского журнала. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно не забывайте подписываться на канал и, конечно же, делитесь этим видео с вашими братьями, с сестрами, друзьями, знакомыми, со всеми, кому может пригодиться и полезным быть мой канал. Итак, поехали. Первый вопрос. Вам нужно поставить правильно галочки yes или no, да или нет. Итак, Do you like to play football? Ты любишь играть в футбол? Видите, здесь уже стоит галочка да. Если вы не любите, то вы ставите галочку нет. Итак, Do you like to play with a doll? Ты любишь играть с куклой? Do you like to rollerskate? Тебе нравится кататься на роликах? Do you like to ride a scooter, a bike? Тебе нравится кататься на скутере, на велосипеде? Do you like to sing and dance? Тебе нравится петь и танцевать? Do you like to read fairy tales? Тебе нравится играть, читать сказки? И последнее. Do you like to listen to music? Тебе нравится слушать музыку? Окей, ребята, ну что же, а теперь задание седьмое. Вы должны посмотреть на анкету своего одноклассника и сравнить ваши увлечения. Например, Вы говорите Example He likes to play football. I like to play football too. Он любит играть в футбол. И я люблю играть в футбол тоже. Ребята, обязательно не забудьте обратить внимание, что в третьем лице единственном числе, то есть после слов он и она, после местоимения он и она, к глаголу like нужно прибавить окончание s. Не забываем. Далее Он любит читать сказки, но я не люблю читать сказки. То есть, вы видите, ребята, здесь у нас идет отрицание, которое образуется с помощью частички Don't. Давайте еще попробуем придумать парочку предложений аналогичных примеров. Например, кататься на скутере. И представим, что у вас одноклассник не он, а она. Да? She likes или на велосипеде, неважно, да, скутер или велосипед. She likes to ride a scooter. Она любит кататься на скутере. Если это он у вас, одноклассник, вы говорите про него вместо she, пишите, как в примере he. Итак, я I like to. Ride a scooter. To. To. Я люблю кататься на скутере тоже. Дальше, например, ребятам. Играть с куклой, да? She likes to play with a doll. Не забывайте про окончание F, да? She likes to play with a doll. Она любит играть с куклой. А вы про себя, ребята, что можете сказать? But I don't like to play with a doll. Но я не люблю играть с куклой. То есть, ребята, чтобы сделать предложение отрицательным, чтобы сказать, что вы не любите что-то делать, да, вам нужно всего лишь навсего прибавить частичку but и don't. Don't. But и don't. Окей, ребята, ну что же, а мы переходим к восьмому заданию. Расскажите в телепередаче My Birthday о том, как ты отмечаешь свой день рождения. То есть, вы должны рассказать о том, как вы отмечаете свой день рождения. Для этого я вам предлагаю обратиться к заданию третьему, да. То есть, здесь вы можете сказать, что вы кушаете на день рождения, какие вы подарки получаете, какого числа у вас день рождения и во что вы любите играть на свой день рождения, да. Например, давайте посмотрим. Итак, как вы можете начать этот рассказ свой, да, ребята? То есть, вы должны сказать, что My Birthday is on the... А потом употребить правильное число. Например, мой день рождения и далее идет число. 6 декабря, например, on the 6th of... 6 of December. Я думаю, вы уже выучили у каждого, когда у вас день рождения, да, поэтому здесь правильное напишите число. Мое день рождения 6 декабря. My friends, мои друзья, come to see me. Мои друзья приходят меня навестить. Да, что вы делаете? We play. Ну, например, да, мы играем. We play. То есть, мы играем и вы можете сказать, например, во что? Может быть, вы играете в puzzles. We play puzzles and computer games. Computer games. Мы играем в пазлы и компьютерные игры. Дальше вы можете сказать, что вы, например, танцуете и поете. We dance and sing. Или наоборот, when we sing and dance. Дальше. We have a birthday cake. То есть, мы кушаем праздничный пирог. И далее, ребята, посмотрите, так же, как у вас было в вашем задании, вы говорите про подарки. Тут говорится про Джима has got. Когда вы говорите про себя, вы говорите I have got. I have got. То есть, вы можете сказать, что, например, I have got a lot of a lot of presents. Я получаю много подарков. Окей, ребята, на этом все. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь. А мы с вами переходим к следующему уроку 42-му. Всем счастливого, удачи вам, всем пока.